Полицейский Томас Локхард сталкивается с непонятными явлениями, которые повторяются строго каждые 9 лет. Именно в этот день в Филадельфии появляется преступница, которую Том уже убил. Так откуда она приходит и зачем? Меня зовут Костя Немуви, и это Кинофокс. Она из будущего. 1988 год. Город живет обычной жизнью. Пианист дает концерт, повар готовит блюда, женщина-водитель выводит на линию автобус, а по городу идет человек в капюшоне. И вдруг у некоторых людей начинает идти кровь из носа, ушей, глаз и рта. Пианист умирает прямо на сцене, повар над своей плитой, а автобус таранит встречную машину и переворачивается, ведь его водитель скончалась от непонятного кровоизлияния. В это время полицейский Томас Локхард, прежде чем отправится на ночное дежурство, готовит жене ужин. Блинчики подгорают, но женщина благодарна мужу за старание облегчить последние дни ее беременности. Том обещает, что когда-нибудь он станет детективом и будет работать только днем, а пока что он и его напарник Мэддокс патрулируют ночные улицы. Заступив на смену, они идут на место аварии, и хотя напарник возражает, Том начинает осмотр и замечает, что у бедолаги буквально вытекли все мозги, а на шее есть отметин от инъекций. Тут приезжает детектив Холд, который по совместительству является братом жены Тома и сильно недолюбливает своего родственника. Детективу не нравится, что патрульный пытается выполнять его работу, к тому же этой ночью произошло слишком много похожих случаев. Узнав об этом, Том склоняет напарника к тому, чтобы побывать и на других местах преступлений, что весьма злит Холта. Но в конечном итоге ему приходится признать, что смерти связаны, когда Том находит похожие ранения на каждой из жертв. Позже патологоанатом, делавший вскрытие, признается, что все они погибли от неизвестного ему изотопа. Том никак не может отпустить эту ситуацию, но когда напарник советует уделить внимание жене, полицейский покупает для женщины браслет с уличного лотка. Тут патрульным приходят сообщения о нападении, и пара мчится на место происшествия. Девушка рассказывает, что на нее напала молодая афроамериканка с раненной рукой. И тут на место прибывает Холд и начинает опрос. Но у потерпевшей начинает идти кровь, она падает и умирает. Теперь вся полиция города ищет темнокожую девушку в голубой толстовке и с окровавленной левой рукой. Том замечает ее на улице и бросается в погоню. Вскоре преступница скрывается в метро. Том идет по следу, когда девушка теряет приспособление, с помощью которого она и делала эти странные уколы. Но первым обнаруживает беглянку Мэддекс. Он пытается задержать ее, но девушка оказывается невероятно сильна и тренирована. Она легко одолевает и ранит полицейского. Тут на платформе появляется Том и берет девушку на мушку. Но она вдруг здоровается с ним, называя мужчину по имени. Она поздравляет его с рождением дочери, просит прощения за напарника. И вдруг нападает на Тома, пристегивая мужчину его же наручниками к скамье. Уходя, девушка обещает, что они скоро встретятся. Но Том успевает кнуть ее шокером, отчего девушка теряет равновесие и падает прямо под поезд. Том очень впечатлен таким исходом дела и никак не может прийти в себя. А тут еще поступает сообщение, что его жена рожает, и парень мчится в больницу. Один из детективов пытается снять с него показания, ведь в кармане преступницы были найдены странные ключи. Кроме того, погибшая была ранена из полицейского револьвера, но Том не стрелял и не может сказать, как это произошло. В этот момент Тому сообщают, что у его жены осложнение. Он бежит в палату и дарит купленный браслет. Но женщина теряет сознание, а позже он узнает, что у него родилась дочь и умерла жена. Проходит 9 лет. Несмотря на прошедшее время, люди не забыли происшествия и традиционно протестуют против жестокости полиции. На фоне трансляции новостей, дочь Тома Эми готовит для него блинчики с мороженым, пока отец втихаря оплакивает потерянную в этот же день жену. В конце концов он берет себя в руки, выходит к девочке и дарит ей подвеску для браслета, который теперь носит Эми. Позже пара отправляется на могилу матери и находит там свежий букетик, что весьма удивляет Тома. Но тут он получает вызов на очередной смертельный случай и ему приходится выезжать на происшествие, ведь теперь он детектив. Выясняется, что у погибшего на шее точно такие же отметины, как 9 лет назад. Видимо, появился подражатель. На место приезжает и Холт, который дослужился до лейтенанта. Мужчины обсуждают убийство, когда на кадрах видеонаблюдения полицейские видят входящую в здание темнокожую девушку в толстовке. Причем ее рука забинтована. Пораженный Том возвращается в управление и достает коробку, в которой собраны вещдоки по прошлому делу. Он рассматривает странный предмет, потерянный тогда преступницей, когда его окликает Мэддекс. И Том рассказывает об обещании девушки еще увидеться. Видимо, пришло время с этим разобраться. Он просит дежурного отследить странные ключи, которые тогда нашли у девушки, когда по ТВ проходят новости о нескольких погибших, смерть которых совершенно идентична. Кроме того, Холт демонстрирует людям фото преступницы. Полиция берется за дело, что вызывает еще большие беспорядки в городе. Но никаких следов преступницы не обнаруживается. И тут Том вспоминает, что они не сообщали прессе о раненной руке девушки. Так откуда подражатель мог об этом узнать? В это время дежурная приносит данные о ключе, изготовленном в 1996 году для самолета, который находится на аэродроме. Но как они оказались в 1988? Том и Мэддекс отправляются на аэродром, но в коридоре их останавливает физик Навин Рао, который убежден, что имело место быть путешествие во времени. Причем оно происходит в определенный лунный цикл. Но Мэддекс и Том игнорируют это безумное сообщение. Вскоре они приезжают на аэродром, но ворота закрыты. Том перепрыгивает через забор и находит служащего, которому показывает фото подозреваемый. Мужчина уверяет, что не видел эту девушку, но делает знаки на кого-то, кто прячется за стеной. Но прежде чем детектив начнет действовать, его берет на мушку та девушка, с которой он встречался 9 лет назад. Девушка приказывает служащему связать полицейского, но он успевает набрать телефон Мэддекса. Парень слышит их разговор, в котором девушка подтверждает, что она умерла. Преступница забирает ключи от самолета, когда служащий пытается обезвредить ее, и отбиваясь, девушка стреляет в подошедшего сзади Мэддекса. К аэродрому съезжаются полицейские машины, и девушка берет Тома в заложники, усаживая его в самолет. В полете она просит прекратить ее преследовать, потому что она спасает жизни. Каждые 9 лет на заходе Луны она может вернуться, поэтому она знает, что будет с ним дальше. Она просит его остановиться, вернуться к дочери и устроить свою жизнь. После чего она выбрасывает его из самолета. Том падает в воду, а преступница исчезает. Самолет падает на берегу, но внутри не оказывается никакого тела. Холд объявляет поиски, но Том уверен, что они ничего не дадут, потому что девушка приходила из будущего. Проходит еще 9 лет. В 2006 году Том буквально одержим решением этого дела, и однажды он обнаруживает ранее незарегистрированную жертву убийств 1988 года. Мужчина едет к его жене, которая рассказывает, что ее муж руководил белой националистической группой. Женщина отдает ему материалы погибшего, где он находит фото помощницы националиста и список рассылок его трудов. Сравнив фамилии и списка, Том понимает, что погибали последователи идей чистоты белой расы. Позже он едет навстречу с дочерью, которая теперь живет в семье дяди, и дарит очередную подвеску для браслета, которую девушка давно не носит. А потом Том встречается с Холтом и рассказывает о своем открытии. Все жертвы были связаны участием в радикальной террористической организации, а вот подозреваемая девушка, видимо, перемещается назад во времени по мере того, как весь мир движется вперед, убивая членов группы. Однако Холт отвергает эту теорию и настаивает, чтобы Шурин получил психиатрическую помощь. Поняв, что ему не переубедить офицера, Том крадет его значок и, используя его, узнает адрес бывшей подруги лидера белых националистов. Он отправляется к ней домой и находит тело женщины, убитой тем же способом, что и остальные. Он успевает увидеть преступницу и ранит ее в руку, но девушка садится на мотоцикл и уезжает. Том бросается следом на машине. Они долго гоняются по бездорожью, но девушка завлекает Тома на территорию заброшенного предприятия, куда машина проехать не может. Ему приходится преследовать ее пешком, и вскоре он видит, как она исчезает в трубе коллектора, выходящей к берегу моря. Том лезет за ней и попадает в пещеру, посреди которой стоит машина, которая, видимо, и перемещает пришельцев из будущего. Позже он выбирается на берег, где его уже ждет Холт. Том пытается объяснить, что именно тут девушка получила рану, которая была у нее все эти годы, но полицейский не хочет слушать его бред. Холт арестовывает Тома, пока невидимый Рао наблюдает за этим с берега. Проходит еще 9 лет. В 2015 году доктор Рао продолжает эксперименты на свиньях, разрабатывая тот самый препарат, с помощью которого пришелец из будущего убивает белых националистов. В этот момент ему сообщают о появлении на берегу Тома, который твердо намерен выследить и убить преступницу. Тут ему приходит голосовое сообщение от Эмми с просьбой прийти на рождение ее ребенка и, наконец, воссоединиться с семьей. Внезапно его похищает Рао, который увозит мужчину на своем фургоне, полном трупов погибших свиней, и признается в разработке технологии, которую женщина из будущего использует для убийств. Теперь он считает ее дело оправданным, так как она убивает только тех, кто вдохновлял исполнителей ужасной трагедии, которая приведет к новой гражданской войне, сгубившей миллионы. Пока ученый рассуждает о роли Луны в происходящем, Тому удается освободиться и сбежать от Рао. Он успевает встретить девушку на берегу, когда она прибывает из будущего. Том намерен убить ее, и тогда все изменится. Девушка подтверждает это, вот только мир тоже погибнет. Она, Райя, его внучка и дочь Эмми, и именно он воспитал ее. В доказательство девушка показывает браслет. Ошарашенный Том признается, что убил ее 27 лет назад. Но Райя не может ничего изменить, пока не закончит миссию. Она просит Тома идти домой и заботится о них, а мужчина плачет, осознавая, что он наделал. Райя рассказывает, что когда ей было 9 лет, один из террористов устроил взрыв ядерной бомбы, которая унесла жизнь у 11 тысяч человек. Последовавшая гражданская война погубила миллионы, а виноват был один человек, который заранил идеи в головы своих последователей. Доктор Рао нашел способ изменить будущее, влияя на прошлое дистанционно. Райя путешествует назад во времени, вводя своим целям в затылок изотоп, который Рао активирует в будущем, стирая теракт и последующую гражданскую войну с временной шкалы. Узнав обо всем, Том идет в больницу и воссоединяется со своей семьей, ведь именно ему предстоит вырастить Раю воинам, которая спасет мир. Довольно странная постановка вопроса, ведь гражданские конфликты происходят на почве серьезных социальных и экономических противоречий, а не только из-за идей. А ликвидация идеолога, написавшего очередной манифест за все хорошее против всего плохого, в масштабах мира не изменит ничего. А вот ваш лайк, комментарий и подписка помогут каналу набрать заветный миллион. А с вами был Костя Немуви. Увидимся совсем скоро.